сергей борисович горопченко известный российский актер сделавший успешную карьеру в кино и театре он стал героем комедий боевиков мелодрам и театральных постановок в рядах зрительниц статный красавец с мягкой улыбкой и сейчас пользуется славой секс символа однако на первом месте у артиста семья а работа только способ обеспечить достойную жизнь родился горопченко 29 июля 1972 года в городе североуральске свердловской области семья актера не отличалась творческим подходом к жизни отец сергея после окончания восьми классов и пт у не продолжил обучение и стал водителем а мать с отличием окончила школу после чего поступила в институт и стала инженером-экономистом в молодости была спортсменкой бросила баскетбол после рождения сына вполне заурядные профессии родителей подталкивали парня заниматься творчеством в школе горопченко учился на отлично в старших классах был в рядах лучших учеников увлекался немногим в основном спортом играл в волейбол и футбол помимо этого родители настаивали на посещении музыкальной школы что вероятно и развила в сергея творческие наклонности 1989 году будущий актер поступил в санкт-петербургский государственный горный институт у горопченко не было никакого желания идти по стопам родителей поэтому проучившись всего полгода он перешел в государственный институт театра музыки и кинематографии имени черкасова на вступительных экзаменах горопченко прочитал отрывок из анны карениной изложением текста и переживанием каждого значимого момента он произвел впечатление на сидящих напротив театральных преподавателей что помогло получить студенческий билет без особых проблем обучаясь в театральном вузе парень подрабатывал танцуя эротические танцы в ночном клубе кроме умения красиво двигаться эта работа помогла сергею избавиться от боязни публики 1997 году сергей горопченко будучи студентом стал встречаться с сокурсницей актрисой александрой флоринской вскоре у пары родился сын глеб которого сергей по-прежнему обожает сергей александра прожили вместе в гражданском браке шесть лет после чего расстались актер признает что за это время совершил немало ошибок обе стороны старались сохранить семью все что случилось глубоко в душе и философствовать по словам артиста на тему личной жизни не хочется в 2008 году горопченко женился а потом обвенчался с полиной невзоровой дочерью журналиста и публициста александра невзорова жена подарила актеру пятерых детей сыновей ивана александра петра а также дочерей анну и софию отец стал свидетелем их появления на свет фото семьи регулярно появляются в инстаграме полины старший глеб с мамой александрой живут в италии молодой человек окончил киношколу снял дипломный короткометражный фильм с участием отца помни ее сценарий и музыка картине также авторство глеба сергей четыре раза в неделю посещает спортивный зал занимается боксом и катается на коньках актер говорит что без движения попросту угасает а этого никак нельзя допустить как главе семейства и творческому человеку в двухтысячном году сергей окончил театральный вуз и стал служить в санкт-петербургском академическом театре комедии имени акимова горопченко не все время посвящал трупе а параллельно принимал участие в антрепризных постановках михаила боярского он помог сергею устроиться в московский государственный театр линком попасть туда было не так просто так как играли в нем опытные актеры сергей быстро завоевал уважение руководителей и коллег по сцене и через пару месяцев работы получил первую главную роль в спектакле рвение к искусству ни разу не заставило засомневаться в выборе профессии дальнейшего образа жизни некоторое время горопченко был звездой театра но это закончилось поскольку в его жизни появилось кино сериал агент национальной безопасности стал для сергея точкой отправления в мир бесконечных съемок и пресс-конференций конечно он не стал главным героем но его роль была постоянной и достаточно важной в киноленте после съемок в детективе горопченко получил первую главную роль в комедийном фильме башмачник позже он стал уже одним из самых перспективных актеров российского кинобизнеса популярность в россии других странах снг артист получил благодаря криминальной драме бумер где сыграл петюрамы успех картины стал неожиданностью для съемочной группы фильм давался тяжело работали по ночам днем репетиции а вечером сергей бежал в линком в итоге хронически не высыпался что не замедлило сказаться на спектаклях с театром пришлось расстаться да и бумер вспоминал артист проехался по ребятам катком горопченко уехал в америку сбежал от собственной популярности надеюсь начать все сначала чтобы заработать пел в ресторане однажды среди посетителей оказался ричард гир россиянину повезло пожать руку голливудской знаменитости вскоре мужчина понял что за океаном надо родиться или попасть туда в раннем детстве чтобы не проходить множество этапов прежде чем оказаться в топе у сергея все это уже было и актер не видел смысла повторять путь он окончательно остался дома когда женился во второй раз став знаменитым после бумера горопченко получил массу предложений в 2004 году вышли шесть фильмов с его участием так он исполнил главную роль в телесериале место под солнцем главную женскую героиню в восьмисерийном фильме по роману полины дашковой сыграла балерина анастасия волочкова после выхода сериала дашкова заявила что кастинг проводился без ее ведома и она осталась крайне недовольна этой картиной популярность приобрела другая лента с участием горопченко тариф на любовь в этой романтической мелодраме сергей сыграл работающего на фирме человека имеющего все хорошую квартиру высокую зарплату и красавицу невесту накануне свадьбы его возлюбленная неожиданно начинает лезть вон из кожи чтобы заставить влада ревновать герой горопченко по совету друга отвечает тем же заказывает девушку из эскорта по имени кати и отправляется с ней в сочи во время отдыха выясняется девушка мало того что не похожи на представительниц профессии и вынуждена пойти на этот шаг из-за личных обстоятельств так еще и приходится землячкой владу катю в фильме сыграла алла юганова с которой горопченко спустя шесть лет еще раз пересекся на съемочной площадке в сериале вышел ежик из тумана в 2005 году сергей получает роль патули в сериале доктор живага в экранизации романа бориса пастернака задействован весь свет российского кинематографа олег меньшиков и чулпан хаматова олег янковский и алексей петренко андрей панин и андрей краско следующим для актера после доктора живага стал сериал офицеры который был принят зрителями на ура во время войны в афганистане два главных героя спецназовца которых сыграли сергей горопченко и алексей макаров являясь закадычными друзьями готовыми прийти друг к другу на выручку в любой момент влюбляются в одну девушку и становятся соперниками офицерская тема продолжена в 2008 году в фильме московский жигала в нем герой горопченко волей экономических потрясений вынужден превратиться из офицера стриптизера главный женский образ в этой картине воплотила олеся судзиловская заметной стала роль горопченко в фильме миннесота в картине актер сыграл хоккеиста михаила будника чтобы научиться играть в хоккей сергей брал уроки у профессионального спортсмена умение держать в руках клюшку пригодилась на съемках спортивного сериала молодежка актер предстал в образе играющего тренера повзрослевший хоккейной команды медведя сериал братья карамазовы пиковая точка популярности ведь артист исполнил в нем роль дмитрия карамазова сергею достоин весомых наград за актерскую игру а также звание мужчина года от редакции журнала gq в боевике чужой герой горопченко прожив несколько лет в австралии попадает в реалии криминального мира россии согласившись стать подсадной уткой в расследовании преступления не все роли в творческой биографии актера ключевые в экранизации романа сергея лукьяненко черновик горопченко засветился в эпизоде роль второго плана досталось артисту и в военной ленте прощаться не будем рассказывающее защите калининского железнодорожного узла от диверсантов также в 2018 году актер закончил работу в психологическом триллере проводника девушки наделенной способностью видеть призраков в картине горопченко сыграл отца главной героини в январе 2020 года поклонники горопченко не на шутку испугались за здоровье любимого артиста в прессу просочилась новость о срочной госпитализации сергея по некоторым данным актеру стало плохо утром дома он потерял сознание чем сильно напугал близких скорая немедленно доставила его в больницу врачи поставили диагноз панкреатит позднее информацию пресса подтвердил и сам актер по словам сергея врачи объяснили ухудшение его здоровье употреблением алкоголя на празднике неправильным питанием усталостью и нервным напряжением горопченко считает что это произошло из-за усталости ведь он не прекращает посещать многочисленные пробы фильмы и сериалы поклонники звезды бумера желают любимому артисту скорейшего выздоровления и возвращения в строй полина невзорова настоящая мать героини младший избранника на 9 лет что не мешает им быть гармоничной парой матери пятерых пришлось позабыть об актерской карьере ведь того требовала большая и постоянно растущая семья чего не сделаешь ради деток супруги обвенчались когда поняли что хотят быть вместе до самой старости сейчас актер много работает чтобы обеспечить свою большую семью но он говорит что в этом есть счастье